Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Много разных историй я мог бы вам рассказать. Просто эту лекцию сейчас транслируют по ITV, там, наверное, и дети тоже у экранов. Истории некоторые есть о джинах, которые у людей могут очень напугать. Так что я вам что советую? На ютюбе есть несколько лекций моих на тему джинов, там много информации на эту тему, историй много. Если хотите послушать в уютненькой обстановке, типа ужастика, сесть с кем-нибудь, посмотреть кто из вас, испугается первым. Можете посмотреть эти лекции на ютюбе, проверите себя, сможете ли послушать эти истории и не испугаться. Одна лекция на канале Хикма Онлайн, наберите на ютюбе World of Unseen, Невидимый мир. Еще есть лекция Дарусалям, Чикаго, тоже на ютюбе. Там тоже масса информации, масса историй о джинах и так далее. Если хотите, послушайте, здесь я эти истории рассказывать не буду. Не хочу пугать телезрителей. Но что я хотел сказать? Вы можете сами решить свои проблемы. Какие бы проблемы с джинами не были у вас, читайте Коран. Теперь давайте проведем вопросы-ответы. Если есть какие-то вопросы по теме, только по теме. И, иншаллах, я постараюсь вам ответить. Давайте начнем. Кто хочет задать вопрос, поднимайте руку, да? Так, брат спрашивает по поводу сглаза. Сглаз – это истина. Это есть. Человека можно сглазить. Но многие люди не знают, что сглазить может необязательно кто-то плохой. Дурной глаз необязательно может исходить от злого человека. Сглазить вас может даже тот, кто любит вас. Это может быть твоя бабушка. Это может быть твоя мама. Твой папа. Это может быть твоя сестра. Твой брат. Сын, дочь. Любой близкий. Вот помню, ребенок мой, причисто Аллах. Мой ребенок, каждый раз, когда возвращался от бабушки с дедушкой, испытывал проблемы с речью. Это реальный факт. Было это примерно лет 13-14 назад. Каждый раз, когда от бабушки с дедушкой возвращался, то начинал разговаривать, немного заикаясь. Я сразу же понял, что это сглаз. Бабушка с дедушкой его сглазили не потому, что они были плохие. Наоборот, бабушка с дедушкой настолько его любили, что сглазили. Многие не знают этого. Каждый раз, когда ты видишь то, что ты любишь, скажи «Маша Аллах». Так пожелал Аллах. Каждый раз, когда видишь того, кого любишь, или скажи «Барак Аллаху фиг», благословение Аллаха тебе. Или скажи «Маша Аллах». Так что, когда домой придете, на жену посмотрите, скажите «Маша Аллах». Если спросит «Что с тобой?», ответь «Имам сказал, что если видишь что-то красивое, скажи «Так пожелал Аллах». Маша Аллах. Ей приятно будет. Но будет смешно, если она спросит «А как называлась лекция, на которую ты ходил?» Скажешь «Дьявол внутри». Маша Аллах, Маша Аллах. Аккуратнее. Вот я вам говорю, на самом деле, если любите кого-то, считаете красивым, считаете умным, качества какие-то приятные вам в нем, успешным, считаете человека на экзаменах там, Маша Аллах, сразу же Маша Аллах. Если компания сидит и не говорит «Напомни», скажи «Маша Аллах» надо сказать, скажи «Маша Аллах» сразу, тогда не сглазят. Ну так вот, что в итоге-то с моим ребенком? То, что я скажу, я испробовал это на себе. В книгах я об этом читал. Пророк об этом не говорил. Это извлечено из смыслов некоторых аятов Корана. В хадисах этого нет. Многие ученые пробовали это и поняли, что это очень действенно. Последние два аята суры «Калям». Прочитайте их 41 раз. Читаете 41 раз и дуете на человека, или дуете на воду, и чтоб он ее выпил. И вот знаете, причисто Аллах. Я замечал, каждый раз, когда ребенку давал это попить, он переставал заикаться. До следующего раза, когда ехал в гости к бабушке и дедушке. Возвращался то же самое. И жена моя тоже со мной соглашалась. Что это сглаз? Они его так любили, вот и сглазили. Я читал и читал, а когда он вырос, лет до шести, семи, это уже прекратилось. Или вот помню лет восемь назад, ремонт делал в доме. Уложил кафель новый, новые вещи, все чисто новое. Но люди же приходят, видят, смотрят же, и такие... И ты такой думаешь, твое это вау, по-доброму или ты втихаря завидуешь. А люди не произносят «Машаллах», просто такие, мол, «Мм, у тебя вот это есть?» И когда они уходят, тут вешалка сломалась, там еще что-то неладное, что-то ломается в доме. Было? Помню. Снова и снова это происходило. В итоге я читал аяты на воду и обходил дом, брызгая этой водой в нем. И после этого, аль-хамдулилля, нормально. Потом, через некоторое время, когда люди уже попривыкли к твоему дому новому, прекратилось. А теперь у меня дома есть кое-что, после чего я уже не боюсь сглаза. Аль-хамдулилля. Знаете, что это? Знаете или нет? Не, не знаете, ну скажите, что это? Что это? Я скажу, что это. Однажды холодильник открыл, и бутылка на пол упала, случайно, прям на кафель. Бутылка по кафелю ударила, и кафель треснул. Жена говорит, хорошо бы, конечно, заменить его. Я говорю, не надо. Говорю, вот и закончились, сглазы. Понимаете? Вот и закончился дурной глаз. Эта трещина там до сих пор, вот уже несколько лет. 4-5 лет. Люди заходят, видят прекрасный кафель, потом на треснутую плитку смотрят. Мол, не так уж у вас все идеально. Я такой, аль-хамдулилля, никакого сглаза. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь, и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Если шайтан захочет подойти к тебе и нашептывать, он сможет это сделать. Вот так оно и работает. Поэтому, когда просишь Аллаха о чем-то, когда Коран читаешь, Викр читаешь, или Намаз, многие люди этого не понимают. Говорят, он такой праведный, как же на него колдовство подействовало? Есть же люди, которые наводят порчу на кого-то, магией занимаются. Почему подействовало? Он же такой праведный. А подействовало потому, что мужчина или женщина внешне праведны. Читают Намаз, Викр делают, Дуа читают, Коран читают, но думают в это время о чем-то другом. Разум не подключен к этому процессу. И Аллаха такой человек поминает лишь поверхностно. Да, награду получает. Намаз засчитывается, да. За это Аллах его наградит, да. Защищен ли он от дьявола, в то время, пока сосредоточен напоминание Аллаха, защищен. А когда отвлекается, становится уязвимым, слабым. Я вам не говорю, что вы сейчас должны прийти в ужас, типа, «О боже, сейчас дьявол придет, заберет меня, не может дьявол прийти, забрать тебя». Не может он так сделать. Одна из самых сильных защит – это допоминание Аллаха. Но кроме этого, еще одна защита, которой мы обладаем. Это сила вашего характера, сила воли, если ты волевой. Вот видели некоторых людей, субханаллах, некоторые. Вот, рост у обычного человека, скажем, ну пускай будет метр семьдесят пять. И некоторые разговаривают так. Вот это мужской голос, да? Настоящий мужской голос. Я не говорю, что у меня не мужской, но это мужской. Вот так говорит и два метра ростом, да при этом еще и здоровый. Но когда встречает кого-то больше, чем он сам, говорит с ним так То есть человек может быть мягким, внутри, а внешне жестким, суровым. А иной раз смотришь, маленький такой, просто лилипуд, который по росту ниже всех. Но когда он говорит, о боже, лучше дать ему, что он хочет, говорит, ты меня слушаешь или нет? Вот это сделай. Сам маленький, но из-за силы своего характера он может заставить бояться себя просто человек десять из-за своей духовитости. и джинны понимают это. Понимаете? Джинны знают это. Джинны знают, кто из нас может подняться наверх ночью, пойти в туалет, когда наверху никого нет, пойти туда свободно, безо всякого страха и вернуться. и джинны знают, и джинны знают, кто из нас боится идти в туалет. Некоторые у себя дома боятся пойти в туалет в конец коридора ночью, боятся встретить там джинна. Джинны про тебя уже все вынюхали. Понимаете? Что значит вынюхали? Они чувствуют страх. Если внутри ты сильный, если ты волевой человек, каждый джинн будет бояться тебя. И при этом, не важно какого ты роста, не важно ребенок ты или взрослый, если ты сильный, не боишься их? Сто процентов они будут бояться тебя. Сто процентов! Но когда внутри ты испугался, то что будет? Они перестанут бояться. На тебя может напасть сильный джинн. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.